Ленинградского интернет-телевидения Красного телевидения И ректора Красного университета Фонда Рабочей Академии Тема его лекции Мифы и стереотипы Буржуазные пропаганды Значит, те товарищи, кто Хочет задать вопросы Или потом выступить В обсуждении Пожалуйста, заранее В письменной форме просьбы сюда Прошу Уважаемые товарищи Теме информационных технологий пропаганды Которую мы сегодня слегка коснемся На мой взгляд, уделяется неоправданно мало внимания В том числе и в левой среде В простонародье Принято говорить О зомбировании Втюхивании Оболванивании Публицистики часто используют такие термины Как информационные войны Манипуляция сознанием В научной среде Речь идет, как правило, о задачах По программированию Поведения больших групп людей Возможно, кто-то считает Что по этой теме уже все известно Есть книга Сергея Георгиевича Карамурзы Манипуляция сознанием Есть другие Менее известные работы Да и вообще за сто лет Вроде как и ничего не изменилось Вместо листовок и газет Интернет и телевидения Ну, отчасти это так Поскольку цели и задачи Буржуазного класса В пропаганде действительно Во многом схожи То есть необходимо Внедрить в общественное мнение Определенные установки И, конечно, предпочтительно Было бы как-то Управлять поведением Больших масс людей Например, сделать так Чтобы люди пошли на выборы И проголосовали за того или иного кандидата Или, учитывая Сегодняшнюю ситуацию Когда порог явки на выборы Отменен Вполне может стоять обратная задача Внушить людям, что от их голосов Ничего не зависит И на выборы ходить не стоит Таким образом ограничить явку Вот Но это что касается целей и задачи А что касается именно технологий И инструментария При помощи которых Господствующий класс Решает эти задачи Они за сто лет претерпели Качественное изменение Кардинальное Ну, представьте себе Человек Идентификатором человека лет сто назад Вполне могла быть рукописная бумажка Или печатная Даже без фотографии Помните Шариков себе Как выбирал имя Пропечатал в газете И шабаш Сегодня это невозможно Перемещение по бескрайним просторам России Тоже не так просто было отследить Сегодня Для того, чтобы стать невидимым В своих перемещениях по стране Надо как минимум отказаться От услуг сотовой связи Надо стараться не попадать В поле зрения камер видеонаблюдения Которые в городах На улице в большом количестве Надо отказаться от использования Пластиковых карт Ну и, конечно, не пользоваться Общественным транспортом Междугородним Поскольку для покупки билетов На самолет, поезд И даже в некоторых случаях На автобус Необходим паспорт Поэтому Учитывая Ну, конечно, большой скачок Большой скачок в 20 веке В технологиях пропаганды Произошел с появлением И распространением телевидения Такой маленький пример из истории Самые первые в мире Теледебаты в прямом эфире Прошли в США в 1960 году Вообще впервые в мировой истории Дебаты в прямом эфире Это были президентские выборы На которых кандидатами были Никсон и Кеннеди Так вот, команда, которая поддерживала Кеннеди Очень ответственно подошла К подготовке к этой прямой трансляции Теледебаты в прямом эфире Они ему подобрали красивый темный пиджак Нанесли качественный грим Он выглядел молодым Загорелым Веселым Много шутил А вот Никсон Он делал ставку В основном на свои реформаторские мысли Он рассчитывал на то, что телеаудитория Будет прежде всего слушать Что он будет говорить И не придал значения внешнему виду В результате под ярким Он отказался от грима И под ярким светом софит Он казался недостаточно хорошо выбритым Было очень жарко от света этих ламп И у него постоянно на лбу выступал пот Ему, не знаю уж сознательно или нет Злокозненно или нет Но телевизионщики почему-то не сказали ему В какую из семи камер надо смотреть Поэтому глазами он все время водил То в одну, то в другую сторону В результате что увидели телезрители Они увидели молодого, бодрого, загорелого Красивого такого хозяина жизни Кеннеди И увидели Никсона, серенького Он еще пиджак одел серый А телевидение было черно-белое И он полностью сливался с фоном Серенький, недостаточно выбритый Видимо, он не уважает телеаудиторию Постоянно смахивающий пот со лба платком Видимо, вопросы оппонентов гоняют его в пот Такой вывод делала аудитория И кроме того, у него все время бегали глазки Наверное, это как правило у человека Который не чист на руку Или может пытаться соврать Таким образом, после четырех раундов Было понятно, что Никсон проигрывает чистую И он отказался от пятого раунда Что здесь интересно Те люди, которые слушали эту трансляцию по радио Отдали предпочтение Никсону То есть, они именно слушали, что он говорит А те, кто уже потом читали распечатку Те и вовсе безоговорочно Пришли к мнению, что Никсон Конечно, его предложения были более конструктивными Тем не менее, победил Кеннеди Вот такую шутку, так сказать, сыграло телевидение И после этого пропагандисты взяли на вооружение эти возможности Колоссальные возможности телевидения И на сегодняшний день, если мы вернемся в Россию На сегодняшний день по времени, которое затрачивает средний гражданин России На просмотр телепередач Телевидение опережает своего ближайшего конкурента интернет В три раза То есть, сегодня телевидение является главным каналом пропаганды И получения информации На втором месте идет интернет На третьем – радио И на четвертом – печать Которая отстает от телевидения сегодня в 50 раз И стагнирует с каждым годом по статистике Сегодня, глядя на то, что по-прежнему телевидение является основным источником получения информации Для российских граждан Глядя на то, как стремительно происходит архаизация российского общества Глядя на тот совершенно заоблачный, нетипичный для буржуазных стран европейской демократии рейтинг президента Глядя на то, что несмотря на падающий уровень жизни и на экономические проблемы Все-таки нет таких массовых забастовок и волнений Можно прийти к выводу, что в принципе российская пропагандистская машина работает достаточно эффективно И вероятно сопротивляемость населения не очень высокая Но здесь я хотел бы предостеречь вас от радикальных выводов Иногда в интернете приходится от горячих умов читать такие вещи, что типа Вот это русский Ванька такой глупый, легко поддается на пропаганду Ведется на всю эту и так далее, и так далее На самом деле эта ситуация примерно одинаковая и для других стран Если вы думаете, что англичане или американцы меньше смотрят телевизор Или меньше подвержены ему влиянию, это не так Есть, конечно, какие-то между странами различия Но они скорее связаны с традициями конкретного народа, конкретной страны И не носят фатального характера Дело здесь в том, что иногда действительно нам пропаганда с телевизора кажется такой лобовой Что даже человек, который не искушен в этом вопросе, и то начинает что-то подозревать Но дело в том, что это технологии, они разработаны, проверены, испытаны Неоднократно различными экспериментами, и они работают Нравится нам это или нет Зачастую они математически вычислены и просто дают эффект Поэтому здесь от этого никуда не денешься Кроме того, надо еще учитывать, что обвинять вот так вот широкую аудиторию в том, что она подвержена влиянию пропаганды Несколько некорректно, потому что это всегда немножко игра в одни ворота То есть сначала возникает технология, а потом уже мы начинаем разбираться, как она работает И вырабатывать какие-то средства защиты от нее Потому что ведущими буржуазными государствами мира выделяются огромные средства на разработки в этой области Здесь заняты такие научные области, как психологи, социологи, политологи, физики, химики Специалисты в области работы с головным мозгом, с нервной системой Медики, специалисты в области теории сигналов и так далее И понятно, что нас с вами никто не будет информировать о последних достижениях научных в этих областях Это вот как, если представить себе, скажем, футбольный матч Где одна команда на поле знает правила игры в совершенстве А другая вообще не очень понимает, что она здесь делает Ясно, что такая команда будет пропускать один мяч за другим Пока не начнут разбираться, как защититься, как защитить свои ворота Но как только они это поймут, как правила игры уже будут изменены Уже футбол превратится в баскетбол или волейбол Дело в том, что первая команда, она постоянно отслеживает ваше настроение И в тот момент, когда вы начнете выработать какие-то средства защиты Уже появятся новые технологии, как вас обмануть Значит ли это, что ничего нельзя сделать и не надо сопротивляться? Конечно нет Есть масса вариантов, как можно хотя бы на элементарном уровне Защитить себя от вот этого тлетворного влияния пропаганды И сегодня мы рассмотрим базовые понятия Понятно, что тема эта очень огромная И цикл лекций по этой теме, наверное, может быть бесконечный Потому что она постоянно обновляется Жизнь нам подкидывает какие-то новые вещи Но мы сегодня рассмотрим именно базовые такие структурные вещи Которые используются уже довольно давно Но они используются и сегодня И, скорее всего, будут использоваться еще очень долго Потому что это как фундамент, на которых строятся вообще Различные технологии пропаганды Мы поговорим о мифах и стереотипах Но поскольку мы будем стараться говорить об этом с научной точки зрения То мы не можем использовать эти понятия как в вакууме То есть мы будем рассматривать в контексте конкретных технологий А именно пропаганды Значит, надо и определить, что такое пропаганда И каким образом она до нас доходит Через какие каналы Конечно, через каналы средств массовой коммуникации Следовательно, значит, и надо массовую коммуникацию тоже разобрать То есть мы пойдем от общего к частному И прежде всего разберем, что такое массовая коммуникация вообще Определение массовой коммуникации Массовая коммуникация – это систематическое распространение При помощи средств массовой коммуникации Информации среди численно больших рассредоточенных аудиторий С целью осуществления идеологического, политического, экономического, культурного давления На мысли, чувства и поведения людей То есть я прошу обратить ваше внимание на саму формулировку Что в самой формулировке массовой коммуникации Уже заложено не просто информирование Но и давление на мысли, чувства и поведения людей Поэтому, когда некоторые буржуазные пропагандисты нам пытаются рассказывать Что ой, все это конспирология Что-то вы тут понапридумывали Никакой манипуляции не существует Что буржуазные средства массовой информации Это всего лишь отражение нашего общества Это просто зеркало А когда они пытаются нам какие-то дешевые шоу показывать Ну, вот они так зарабатывают деньги Им надо рекламу продвигать А никакой манипуляции якобы не существует Все это, конечно, ерунда Потому что, повторюсь, в самом определении массовой коммуникации Уже заложена задача по программированию поведения больших масс людей Значит, по способу возникновения Массовая коммуникация может быть естественной Естественно созданная И искусственно созданная Естественно созданная – это язык, мимика, жесты И искусственно созданная – это, собственно, то, что нам легче на ухо ложиться То, что мы называем СМИ То есть пресса, интернет, телевидение, радио Мы будем, конечно, рассматривать искусственные средства массовой коммуникации Поскольку именно через этот канал пропаганда опускается в широкие массы Что здесь надо сказать? Ну, прежде всего, черты Основные черты, которые присущи искусственно Ну, будем говорить СМИ СМИ в науке – это подсистема массовой коммуникации Поэтому вполне справедливо, если мы будем оперировать этим термином Первое – направленность на массы На широкие массы То есть средства массовой коммуникации Или СМИ направлены на широкие массы людей Это может быть общество в целом Это могут быть какие-то социальные группы, классы По половому признаку По возрастному, по профессиональному и так далее Второе – формирование единой позиции масс по социальным проблемам То есть это как раз вот задача Когда нужно убедить людей в той или иной позиции Какие-то установки Третье – доступность информации и простота доставки Ну, то есть человек должен У него должна быть возможность получать информацию в любом месте На работе, дома Сегодня с распространением интернета Этот пункт решается довольно легко То есть где бы мы ни находились 24 часа в сутки Как правило, у нас с собой там или ноутбук Или планшет, или мобильный телефон Откуда мы можем черпать информацию Новости Четвертый пункт – это интерактивность Ну, то есть чтобы была какая-то обратная связь Собственно говоря, когда происходит влияние на большие массы людей Надо отслеживать, контролировать, как это отзывается в обществе И пятый пункт – это регулярность поступления Вот в общих чертах, что из себя представляет массовая коммуникация Теперь давайте перейдем, собственно, к понятию пропаганда Которая пользуется средствами массовой коммуникации как каналом Пропаганда – это слово, которое было введено в оборот католической церковью в 1622 году Это латинское слово, оно так и пишется по-латински пропаганда И дословно означает «вера, подлежащая распространению» В данном случае под верой понимается любая информация, любое знание, в правильности которого необходимо убедить массы Термин пропаганда в наше время, уже ближе к нам, в 20 веке Он стал использоваться в начале 20 века, во время Первой мировой войны Как некий термин, описывающий тактики и методы убеждения людей Собственно говоря, по окончании Первой мировой войны Правительство ведущих буржуазных государств озаботилось вопросом А как вообще влияет, какова эффективность воздействия убеждения в ходе Первой мировой войны И можно сказать, что это был такой запрос ученым И ученые занялись этой проблемой Первая волна изучения этой проблемы принята относить к 20-30 годам прошлого века Тогда ученые пришли к мысли, к выводу, пришли к выводу о практически безграничных возможностях пропаганды При убеждении влиянии на большие массы людей Вторая волна относится к 40-60 годам Тогда ученые несколько скорректировали свои выводы И они пришли к таким заключениям, что задача по убеждению больших масс народа не такая тривиальная, как казалось ранее Не всегда индивидуум, на которого направлена установка, одинаково реагирует на нее Поэтому была предложена так называемая теория минимального эффекта Которую разработали ученые Лазерфельд и Мертон Они предложили эту теорию, сущность которой заключалась в том Что сначала необходимые установки передаются так называемым лидерам мнений Активным людям А потом уже через них переходят к более широкой и менее активной аудитории Собственно говоря, это очень важный вывод Потому что и сегодня эта технология используется очень активно В качестве этих лидеров мнений выступают медийные персоны Их не так много, фамилии все мы их знаем на телевидении, на радио И они, так сказать, уже убеждают более пассивные, широкие массы в тех или иных идеях То есть задача по формированию того или иного общественного мнения становится как бы двухступенчатой Сначала надо посеять определенные плоды, а потом уже средства массовой пропаганды Через средства массовой коммуникации работают на усиление уже имеющихся в обществе установок Это всегда более эффективно, чем пытаться лобовым способом убедить людей в чем-то В чем может быть их очень сложно убедить В каждом обществе есть определенные традиции И попытаться сломать эти традиции вот так вот лобовым способом бывает очень сложно Поэтому сначала снимаются определенные барьеры в сознании широких масс людей А потом уже СМИ работает на усиление этих установок И третий этап, скажем так, третья волна в развитии этой науки Приходится на конец XX века, когда ученые уже на основании всего предыдущего опыта Пришли к выводам, к различным выводам Здесь трудно уже выделить какое-то одно магистральное направление Разные группы ученых склоняются к разным теориям И дают разные советы, как нужно эффективнее использовать пропаганду Но что интересно, большие группы ученых в эти годы вернулись фактически к тем выводам Которые делались учеными первой волны 20-30-х годов То есть они сделали вывод, если не о безграничных То, по крайней мере, об очень значительных возможностях современной пропаганды Мы, конечно, понимаем, что это связано с бурным развитием научно-технического прогресса в XX веке И с появлением во второй половине XX века такого мощного инструмента, как телевидение Ну и в заключении разговора о пропаганде надо еще упомянуть, что многие ученые сегодня сходятся на мысли о том Что вообще медиа современные являются одним из главных инструментов легитимизации капитализма в обществе Капиталистическое устройство Так, ну, думаю, с пропагандой более-менее ясно Давайте теперь перейдем непосредственно к заявленным терминам Миф и стереотип Что такое миф? Вообще мифом всегда называли издревле некие легенды, исказания о героях, богах Какие-то рассказы, объясняющие те или иные происхождения тех или иных явлений природы Но вот в XX веке уже понятие миф приобрело несколько иную окраску Под мифами стали понимать некую искаженную, недостоверную информацию И свойства, которыми обладает миф, оказались очень удобными для пропагандистов Они взяли эти свойства себе на вооружение Какие это свойства? Ну, прежде всего, миф апеллирует не к разуму, но к чувствам И он как бы описывает будничные события, но опирается на нетипичные ситуации Сейчас я попробую подробнее объяснить То есть миф – это опора на неосознаваемые явно аудитории информационные структуры То есть это нечто такое, что аудитория не может опровергнуть Ну, например, рассказ о каком-то бизнесмене успешном Начинается с того, что когда-то он был чистильщиком сапог Или когда-то он там продавал апельсины Два, три, четыре, а потом бах, он стал миллионером Но самое интересное, что никто никогда вам не расскажет Что было между первыми тремя апельсинами и первым миллионом заработанным Это такая же ситуация, как с каким-нибудь популярным артистом Или исполнителем, музыкантом Нам рассказывают, сидел там какой-то Ванечка в своей деревне Большие Васюки с тонкой душевной организацией И на расстроенной гитаре брончал какие-то песни И потом ему опостылило это жизнь, он положил гитару на плечо И пошел по проселочной дороге в Москву Первый концерт нашего Ивана в большом концертном зале Октябрьский Состоялся такого-то числа Стоп! А что было между тем, когда он пошел с гитарой И когда случился первый концерт? Никто нам этого никогда не расскажет То есть миф опирается на структуру перехода из одного состояния в другое Был обычный человек, и вдруг при определенных обстоятельствах При нетипичной ситуации он приобретает какие-то особые свойства Если кто помнит фильм «Ландыш серебристый» Там два продюсера пытались раскрутить молодую певицу И нужно было придумать какую-то легенду Которую можно продать зрителю И у них еще был журналист Они втроем сидели и думали, как бы это сделать Журналист, кстати, у них был на зарплате Они говорят, ну что придумать? Журналист говорит, идем по типичной схеме Золушка приехала из провинции в город Говорит, ну это как-то слишком такой лобовой Давайте что-нибудь поинтереснее Говорит, хорошо Была она, жила у себя в деревне Немая была, вообще не разговаривала Немая Идет по лесу Ночь, заблудилась Вдруг гром, молния Состояние эффекта На утро просыпается, бах, заговорила А потом еще и запела Журналист говорит, отлично Надо сюда добавить астральные байды Это поможет расширить круг изданий Которые можно использовать в работе Вот обычный пример Кстати, вообще вот эта структура Золушки Она фактически неизменная То есть это вот как бы такая легенда Такой миф, который лежит у нас с детства в голове И поэтому, когда нам рассказывают подобную историю Пускай с другими какими-то акцентами Немножко осовремененным То этот миф очень хорошо ложится психологически нам в голову И это как бы, о, знакомая конструкция И люди очень легко в это верят Понимаете? Вот, то есть это работает Ну, грубо можно сказать Из грязи в князи Состояние перехода Другая структура, которую использует миф Это структура диалектического двойного отрицания Из князи в грязи и обратно в князи В качестве примера можно привести Бориса Ельцина Прежде чем снова подняться на политический олимп Ему, снятому со своих постов и гонимому Было легче набрать голоса И завоевать доверие электората в тот момент Для мифа очень важно, чтобы было наличие героя Должен быть герой, который в определенной ситуации проявляет свои особые качества Согласитесь, трудно быть героем, если ты сидишь в кабинете и перекладываешь бумажки с места на место Или подписываешь там чего-то Именно поэтому пропагандисты и политтехнологи погружают президента Российской Федерации в кабину сверхзвукового самолета Или на борт авианосца То есть в такое место, где он мог бы проявить свои героические качества И даже если они идут по американскому лекалу И пытаются сделать из него простого парня Практически такого же, как мы И вот он идет на рыбалку Ничего человеческого ему не чуждо Он не может не поймать самую крупную рыбу Или если он ныряется к валангам Он не может не достать древнюю амфору Две, три, неважно Главное, что таким образом нам пытаются сказать Что этот человек наделенный особыми свойствами Это особенный человек Быть может, лучший из нас Да наверняка лучший из нас Кроме того, миф очень часто апеллирует к борьбе добра и зла Между добром и злом Между положительным героем и отрицательным Между, например, патриотом и нацпредателем Мы смотрим какое-нибудь там шоу типа поединок у Соловьева Перед нами ставят два абсолютно идентичных подонка Абсолютно идентичных Но один придерживается позиции патриота А другой позиции либеральной И все И мы, соответственно, делаем выбор в пользу одного из них Или вечное противостояние Добрый царь и плохие бояре Вы сами можете массу таких примеров себе найти В третьей части саги о мушкетерах Нашего отечественного кинофильма К одной из песенок Леонид Дербенев написал такие слова Ах, короли, короли, короли Свет и надежда народные Как же купцы-хитрецы провели вас, короли благородные Понимаете? То есть вот оно Хороший, добрый царь И плохие бояре, так сказать, не дают жизни ни народу, ни царю И обратите внимание, что одно из свойств мифа заключается в том Что для него не существует времени и пространства Вот тот же миф о хорошем царе и плохих боярах Одинаково, успешно и эффективно работает Что для Франции времен мушкетеров Что для нашей сегодняшней России Еще один очень важный вывод Что можно сказать о мифе Это о том, что он может использоваться бесконечно И да Подведем итог, что касается мифов Его основные характеристики Первое – неопровергаемость Миф в принципе невозможно опровергнуть Потому что он может быть из другой области, пространства Есть ядерное оружие в Ираке или нет? Ну как мы можем опровергнуть? Как мы можем это проверить? Никак Или, например Каждой семье по квартире к 2000 году Ну как мы можем это проверить, если мы живем, скажем, в 88 или 89 А черт его знает А может действительно в 2000 будет по квартире То есть невозможно опровергнуть Это одно из важных свойств Второе – простота Миф должен быть доступен людям Абсолютно с разным культурным и образовательным уровнем Буржуазное государство не боится людей необразованных Главное, чтобы они были восприимчивы к мифу И третий пункт – это неосознаваемость явно То есть мы не должны осознавать, что нас, грубо говоря, обманывают Иначе какой же это будет миф эффективный То есть здесь происходит такая ситуация Что какая-то действительность современная Накладывается на наши представления о жизни На те установки, которые существуют у нас с детства И мы зачастую эту действительность подгоняем под уже известные нам структуры Например, крушение поезда и гибель людей превращаются вдруг в подвиг машиниста Здесь я вас отсылаю к замечательному фильму Вадима Абдрашитова «Остановился поезд», когда из-за халатности работников депо Вместо двух башмаков под вагон были поставлены один башмак Вагоны покатились с горки и произошло столкновение с пассажирским поездом Машинист тормозил, экстренное торможение применил, как мог Но столкновения избежать не удалось Пострадали люди, а сам машинист погиб Так вот, вместо того, чтобы разбираться в причинах многолетних нарушений в этом депо Потому что этот товарищ, который не поставил башмак Он говорит, да я никогда его не ставил И отец мой не ставил, и дед не ставил, никто Эта ваша техника безопасности, ее никто не выполняет Вместо того, чтобы разобраться и устранить Администрация и депо этого городка, где это произошло Делает героем погибшего машиниста, собирает деньги и ставит ему памятник Также могут быть награжден стрелочник Премия ему выписана за то, что он перевел стрелки вовремя И не все вагоны покатились, а меньше, чем могли бы Или бригада скорой помощи, которая спасала потерпевших, оказывала им помощь Их можно сделать героями, но только не то, что происходит на самом деле Ну и ярким примером такой вот современности Можно привести слово «реформа» Что такое вообще реформа? Вы реформа? А я реформа? А кто реформа? То есть это что-то такое, что вообще невозможно даже визуализировать Невозможно понять, что за этим словом скрывается И последнее, что я хотел бы сказать и о мифе Это об использовании мифов в рекламе То, что касается пиара, рекламы и пропаганды Очень много здесь общих моментов И вот как используются мифы в рекламе Да, здесь я писал Вот, мифы рекламы Значит, основные черты Первое, общие черты Апеллирование не к разуму, а к чувствам людей Обратите внимание, что многие сюжеты Но в рекламе там часто повторяются одни и те же слова Поэтому мы их повторяем Запоминаем Но вот если речь идет о каких-то сюжетах, о которых я говорил выше Обратите внимание, мы, как правило, не помним слов Которыми нам это доносили У нас остаются какие-то ощущения, впечатления, чувства Выбирай сердце, помните? Лозунг Апеллирование к авторитетам Это тоже очень важно Обратите внимание, что в рекламе обычно снимаются известные люди Политики, актеры, музыканты Авторитет – это вообще отдельная тема Как люди ведутся на авторитеты Использование цитат, кстати, это тоже один из признаков Гёте что-то там сказал Еще кто-то там Какой-то композитор или какой-то артист Сказал что-то о политике И мы на него ссылаемся Но мало ли при каких условиях он это сказал Мы же не знаем Но вот апеллирование к авторитету Тем не менее очень популярно Третье Создание иллюзии Современной жизненной ситуации В которой так поступают все То есть апеллирование к массам Это тоже эффект групповой Тоже он довольно подробно изучен и интересен Ну и четвертое Наделение некого предмета Определенным ценностным содержанием Ну например Обычный порошок отстирывает плохо А порошок компании N отстирывает в два раза лучше Таким образом Определенному Обычному предмету Присваиваются некие особые свойства Магические И все И миф начинает работать Ну и Что у нас со временем Осталось Еще Да Так Я кратко скажу о понятии стереотип Поскольку методология его использования Очень схожа с мифом Что такое стереотип Вообще слово стереотип Пришло к нам из полиграфии Стереотипами раньше назывались Типографские формы Которыми печатали В типографии газеты, журналы И прочую печатную продукцию Считается, что В политический оборот Этот термин ввел Американский Ученый, журналист и социолог Уолтер Липман В 1922 году Он определял стереотип Как Упрощенное до однозначности Предвзятое представление Не основанное На личном опыте человека То есть Это некий ярлык Некая заданная оценка Некий ярлык Который вешается на человека На группу людей На события На какое-то и так далее Например Сталин диктатор Это заданная оценка Которая может раскрываться Только в мифе о Сталине диктаторе И больше никак Или скажем Ельцин демократ Потребовалось достаточно Приличное время Чтобы сломить Этот стереотип Но на том этапе Он сыграл положительную роль В его, так сказать В борьбе за голоса избирателей Тот же Ельцин Боролся с Якобы Привилегиями Верхушки КПСС Тоже уже потребовалось Достаточно Приличное время Чтобы понять Что это была борьба Не против привилегий А за привилегии А отнюдь не за счастье народное Или еще пример СССР помер сам Тоже такой расхожий ярлык В силу неэффективности Так сказать Социалистической экономики По сравнению С капиталистической Или Либеральной Какие можно Сделать итоги Подвести итоги Нашего сегодняшнего разговора Ну прежде всего Надо четко осознать Что То время В котором мы сегодня живем Оно Качественно отличается От Времени Столетней давности Сегодня просто Принято сравнивать Столетие революции Сравнивать Ту ситуацию Сегодняшнюю Отличается оно В той области Что научно-технический прогресс Развился до такой степени Когда На гребне Всех этих процессов Цифровые технологии С их помощью Можно Заниматься Сколь угодно Долго Какими угодно Фальсификациями Нам сегодня Могут показывать В прямом эфире Человека Который Выступает На фоне Кремля Скажем И показывать Что Вверху Орел Двухглавый Он еще там Крылочками Может вам махать При этом На самом деле На башне Будет звезда Но нам по телевизору Будут показывать Что там Орел То есть Это фальсификация Которая доступна Сегодня При помощи Современных Средств Технических средств Доступна Нам в прямом эфире Онлайн Что касается Документов Можно Слепить Любую фотографию Цифровым способом Так что Потом Невозможно Будет Эту фальсификацию Идентифицировать Именно поэтому Сегодня горят Исторические Архивы Горят Реальные Бумажные документы Потому что Потом Когда При помощи Цифровых технологий Их будут Восстанавливать И в момент Восстанавливания Их будут При помощи Тех же цифровых Технологий Фальсифицировать Уже никто Больше никогда Не сможет Идентифицировать Что эти документы Были Сфальсифицированы То есть Получается Что современные Новостийная информация Новостийные выпуски Которые мы видим Это в общем-то Царство мифов И стереотипов Это царство фальсификации Возникает Такая немножко Казалось бы Безнадежная картина А что же делать Если нам Врут все Во-первых Мы вынуждены Все равно Какой-то информации Верить Но это вопрос Субъективный Надо понимать Очень четко Вы почему-то Верите Вот этому каналу А этому не верите Почему это ваша личная Субъективная оценка Это вообще не значит Что этот канал Говорит действительно Всегда правду А этот всегда неправду Может случиться И ровно наоборот Поэтому объективно Буржуазному обществу Действительно нельзя верить Никакой информации По крайней мере На современном этапе Развития технологий Поэтому Для того чтобы Как-то из этой ситуации выйти Я перехожу Ко второму пункту Плавно Который Итогов наших Который вытекает Из первых Для того чтобы С этой ситуацией Справиться Необходимо создать Такие условия В обществе При которых Необходимость В фальсификациях В принципе отпадет То есть Они будут не нужны Их создавать Будет не нужно Понятно Что для этого Средства массовой информации Должны перестать Быть коммерческими Общество должно быть Высокоморальным Высоконравственным Высокоразвитым Высокоорганизованным И так далее Ну то есть фактически Я подвожу вас К мысли о том Что это должно быть Общество коммунистическое Когда задачами Средств массовой информации Действительно будет Информирование И коммуникация А не попытка Как-то манипулировать Сознанием И поведением людей То есть Сама необходимость Фальсификации Отпадет Другого способа Борьбы с фальсификациями На том уровне Развития технологий Когда сфальсифицировать Можно все Просто На мой взгляд Не существует То есть Это вопрос доверия И третий Вывод Который Я хотел бы сделать Вытекающий Из первых двух Заключается В том Что Мы как-то должны Поскольку Мы еще не живем В этом высокоразвитом И высокоморальном Обществе Коммунистическом А вынуждены Жить Вот в современном Буржуазном обществе В этом царстве Мифов и стереотипов Мы должны Вырабатывать Какие-то средства защиты Хотя бы Элементарные Ну Прежде всего Конечно По возможности Надо ограничить Просмотр Телевизионных программ Уже учеными Совершенно разных направлений И разных стран Много раз доказано Что современное телевидение Негативно влияет На психику человека То есть Это Даже уже вопрос Элементарного Психического здоровья Человека Потому что Речь идет именно О современном Телевидении У нас аудитория Сегодня Достаточно возрастная Вспомните Каким было Советское телевидение Ну Это что-то там Где-то Бурчит в уголочке Там можно фоном Целый день Оно работает И абсолютно Не раздражает И не мешает Нет вот этих Выпрыгивающих монстров Орущих Купи это Нет Купи это Не тормози Сникерсни Вот сейчас Ужас Понимаете Вот Ничего этого не было То есть Там что-то могли нам Рассказывать Какие-то научные передачи Какие-то Музычку крутить Ну и ладно Она нам не мешала Можно было включить Слух Да и послушать А можно было Отключиться И не слушать В 19 часов В 19.30 Люди собирались У экранов телевизора Нам показывали Какую-то киношку Потом программа Время В 21 час Которая там Укладывалась В 30-35 минут И потом опять Либо киношка Либо концертик И в 12 часов Все, товарищи Спать Завтра утром на работу Телевизор отключался Вообще-то В 6 часов утра Гимн Песенка Здравствуй мир Здравствуй друг Здравствуй песен Щедрый круг Зарядка Аэробика Девочки в гетрах Все хорошо Все пошли на работу И если вы работали В смену И пропустили Какой-то фильм И вам завтра Повторят По второй программе Вот и все То есть Это не то Что вот там Тоталитарная система Не давала нам Чего-то смотреть Нет Она заботилась О нашем Не это советская система Заботилась О нашем психологическом здоровье Вот Поэтому Сегодня люди Которые Вы скажете Что и сегодня Можно вот так Включить ифоном Типа Мне не мешает Не раздражает Я думаю Это не очень хорошо Если он вас не раздражает Потому что Это говорит О несколько сниженном Барьере Несколько сниженном Пороге Восприимчивости Вот этой вот Поскольку Если человек Если человека Не раздражают Вот такие выпады Вот такие вот Агрессивные Да Поведения Того же телевидения Или еще кого-то То вполне возможно Что этого человека Не трогают И другие социальные проблемы Ну же кахану Подняли зарплату Ну и ладно Ну то есть Порог чувствительности Человека К общественным проблемам Снижается Поэтому Первое Ограничить Просмотр телевидения И второе Конечно Стараться Собирать Какую-то информацию Анализировать Делать выводы Кто и как Нами пытается Манипулировать Ну можно для этого Какие-то Единичные программы Смотреть Но я вот не смотрю Телевизор Уже лет 15 И если мне Интересны какие-то Программы Я могу на ютубе Это все В интернете Скачать Посмотреть Либо онлайн Посмотреть В удобное мне время Не привязываясь К сетке Вещания Телевидения И без всякой рекламы Вот Там Можно иногда Я хочу сказать Что если это делать Регулярно То вы сами Начнете Разбираться И понимать Когда вами Пытаются крутить Вертеть Вот То есть Есть вообще Специализированный канал Называется Эхо Москвы Там 24 часа в сутки Можно оттачивать Своё мастерство Защиты Вот Так что Таким образом Да Я понимаю Время заканчивается Что я хочу сказать Для чего Эта защита нам нужна Ну во-первых Как я уже сказал Для нашего Психологического здоровья Во-вторых Как говорил Владимир Ильич Чтобы не быть Глупенькими Жертвами Обмана Да И самообмана Эта Эта задача Может быть Непростой Если у вас Можно вот ещё Как потренироваться Буквально Две минуты Вспомнил Интересная вещь Вот возьмите Какую-то позицию Которую вы По тому или иному Вопросу занимаете Вы в ней утвердились Вы в ней уверены Попробуйте проследить Как она у вас Появилась в голове Кто вас в ней убедил На основании чего У вас сформировалась Именно такая позиция Может быть Какой-то авторитетный Историк Вам об этом рассказал Или политолог Или журналист Попробуйте Дальше провести цепочку А почему вы считаете Его авторитетным Он ваш личный знакомый Вы ему доверяете Или нет Или просто он говорит То, что вы хотите Слышать То, что ложится Вам на ухо Это, конечно, путь Немножко такой опасный Человеку не свойственно Признавать свои ошибки И тот, кто вам С доказательствами На руках Сто процентов докажет Что вы не правы В этой позиции Скорее всего Этот человек Станет вашим врагом До конца жизни Потому что Человеку не свойственно Признавать ошибки И даже преступники Которые совершают Самые жесткие преступления Они всегда Как-то для себя Это оправдывают Ну, так сложились обстоятельства Или виноват человек Или виноваты обстоятельства Но явно не я То есть всегда человек Оправдывает свои заблуждения Каким-то образом Это не потому, что мы там Вот такие Плохие или еще какие-то Это просто Психология Это таковость Которую надо принять И понимать Вот Прошу прощения Если сумбурное было изложение Это мой первый опыт лекции Вот Спасибо за внимание И будьте бдительны Спасибо Спасибо, Владимир Владимирович Значит У меня здесь Один вопрос Что необходимо Противопоставить Мифам Мифам в кавычках Буржуазной пропаганды Какие методы Использования Достижений НТП В деле борьбы За интересы Рабочего класса Ну, я Частично в конце Уже об этом сказал Прежде всего Тренировать себя Тренироваться Тренировать свои Способы защиты От этой информации Вы просто Со временем Начнете понимать Что вот Когда Конкретно Этот журналист Или этот Их же не так много И этих имен Которые пытаются нам Вертеть мозги Их не много на самом деле Они одни и те же И вы довольно быстро Начнете разбираться Я могу сказать По своему опыту Я был далеким человеком От политики Приехал в Питер В моей провинции Радио никакого не было Здесь я случайно Попал на эхо Москвы И там вот все эти Розинские Шендерович И Сванидзе Думаю Нифига себе Как они по Путину Как Какие они вещи говорят Прошло совсем немного времени Как я понял Что это все ерунда Потому что Они же врут И они все время Путаются сами Они Вы очень легко Их сможете раскусить Есть более конечно Такие Натасканные Господа Типа Соловьева Познер Родоренко Но опять таки Со временем Все это Все это можно А что касается достижений Научно-технического прогресса Ну Опять таки Те инструменты Которые использует Буржуазия Те же инструменты Доступны и нам Нам недоступны Может быть Какие-то Современные разработки Там самые-самые Такие Да Вот Хотя опять таки Существуют сайты В интернете Где можно Это более-менее Отслеживать И по каким-то Косвенной информации Приблизительно Представлять себе Что нас ждет В будущем Но Используя те же самые Достижения Научно-технического прогресса Тот же интернет Мы можем достать Массу всякой разной информации И Вот как я уже говорил Да Не привязывать Себя к сетке Вещания телевидения А смотреть в интернете Те же самые Телевизионные передачи Но тогда И в такой обстановке Когда нам это удобно Все это сейчас Выкладывается в интернет Практически весь Весь телевизор Все телевизионные программы Сегодня в интернете Смотрю У Познера Хазин Думаю О, как интересно Хазин и Познер Вроде бы разные позиции Надо посмотреть Когда мне это было удобно Я сел, включил Посмотрел Думаю Часть сегодня посмотрю Часть завтра посмотрю Когда мне это удобно Ну Посмотрел на одном дыхании Потому что Очень интересно было Казалось бы Хазин Вот очень хороший тренинг тоже Как Познер его Так сказать Скрутил в бараний рог Хазин Медийная персона Тысяча интервью Сам ведущий Передач на радио То есть это опытный Медийный Опытнейший человек А перед Познером Он двух слов связать не мог То есть он как бы пытался Со своей профессиональной Экономической точки зрения Что-то отвечать Но Познер свое дело знает Это волк такой Что он знает очень Это вот такой мастер-класс По которому можно посмотреть Как вот Как людьми крутят Так сказать И вертят Все? Вопросов нет? Так, это вопрос Или на выступление заявлено? Считаете ли вы, что человек возможен без мифа и пропаганды? Человек Человек возможен Он появился до происхождения мифов и пропаганды Другое дело, что на сегодняшний день Мифы являются неотъемлемой частью нашей жизни Я же уже рассказал Как бы о происхождении мифов Откуда они взялись Поэтому мы должны просто принять эту данность И иметь в виду Что когда нам рассказывают Какую-то очередную историю И мы ее вот так вот понимаем Ну давайте подумаем А почему мы вот так относимся к этой истории? Почему мы ей верим или не верим? То есть каждый раз, когда мы приходим К тому или иному суждению Надо постараться для себя раскрутить эту цепочку Почему мы именно так думаем? И таким образом мы сможем раскрутить эту проблему Спасибо, Владимир Владимирович Вопросы у меня все Записались товарищи у меня двое Первый Попов Михаил Васильевич Прошу слова, пожалуйста А поскольку на выступление время даете? Да, поскольку время мы даем До пяти минут Я думаю, что все здесь присутствуют Знаете, что Для того, чтобы не быть жертвой Попады Надо на это явление, как и другие Посмотреть С точки зрения теории классовой борьбы А если не посмотреть С точки зрения классовой борьбы То будет обязательно жертвой буржуазной пропаганды Классовая борьба, как известно Существует в разных формах Теоретическая Политическая А политика это есть Как раз классовая борьба За заявание, удержание И осуществление государственной власти Идеологическая, экономическая Я думаю, тот вопрос, который мы сегодня рассматриваем Это вопрос Идеологической борьбы И теоретической борьбы Сразу хочу сказать, что Вот, скажем, некоторый крайний Псессимизм такого рода Что мы должны стоять и защищаться Вот с точки зрения Теоретической борьбы Ну, никак не может присутствовать Потому что сколько этих самых пропагандистов буржуазных Сколько буржуазных ученых Миллион Двадцать Тридцать Тысяч Пятнадцать человек Это не имеет никакого значения Потому что Значит, наука занимается Раскрытием истины И она опирается на все Научные достижения Для того, чтобы достичь истины Достаточно одного ученого Поэтому, вот, скажем Люди, которые стоят на позиции Их рабочего класса И являются учеными Ну, как-то для них Количество других ученых Буржуазных Которые защищают ложь И эту ложь распространяют Ну, в общем Не является никакой помехой Нынешние условия Про которые говорил Владимир Владимирович Они как раз с точки зрения Пропаганды Или публикации Действительно Научных взглядов Очень хороши Если раньше мы Геода 2-3 Должны были ждать Чтобы вышла книга В том числе В условиях социализма Сейчас мы это можем сделать За месяц Если нам не удастся За месяц Еще выпустить книгу Еще раньше Мы можем ее вывесить В интернете И она будет уже работать И мы можем записать Выступление И оно будет вывешено Вот Пойдем к Владимиру Владимирович Попросимся Он нас обязательно запишет И очень быстро смонтирует И вывесит И будет Значит Сразу это Пущено в эфир И значит Будет место Кроме лжи И пропаганде истины Теперь Насколько Нас учили Пропаганда Очень тяжелая задача Для буржуазии Вот смотрите Сколько нужно Вот очень Такой замечательный доклад Сделал Владимир Владимирович Он Очень конкретно И очень понятно Обрисовал Тяжелую Ношу Которую приходится Нести буржуазии Чтобы втюхать народу Ложь На какие только уловки Не приходится идти Значит В этом отношении Позиция Представителей Рабочего класса Значительно более Выигрышная Нам не надо Ити на эти уловки Нам надо Правду Нести Народу Конечно У нас возможности Нести правду Народу Нет Но у нас То собственно Есть пропаганда Истинный И вот как-то Слово истина В докладе Не звучало А речь шла Вообще о пропаганде Я думаю Что в известной мере Докладчик Стал тоже Жертвой пропаганды Поскольку он Пользовался Буржуазными источниками В основном А эти буржуазные источники Говорят о средствах Коммуникации Что такое коммуникация Я вот Разговариваю с Галкой Это коммуникация А если я По телефону Разговариваю Это уже Средства коммуникации И так далее Речь-то должна идти Не о коммуникации А именно о пропаганде О пропаганде Пропаганда Вообще В широком И в глубоком Смысле слова Не только В том Первоначальном смысле Как она была А это Распространение знаний И распространение истины И вот К сожалению Буржуазия Не может Сегодня распространять истину У него нет Такой возможности Поскольку она Уже Реакционный класс А как класс реакционный Она вынуждена Распространять ложь И скажем Я не могу согласиться С закладчиком Что мы должны защищаться Ну как Ленин говорил Не Оборона А нападения Должны быть Лонгом масс В этом отношении Ничего не изменилось За сто лет А даже наоборот Если тогда Не в такой мере Был готов Капитализм Перехода в социализм То сейчас Когда империализм Умирающий И загнивающий И должен свое гнилье Защищать На каждом шагу Использовать самые разные Технические средства Для того Чтобы это гнилье Выставлять на показ И прерывать Художественные произведения Или если он помещает их Только для того Чтобы давать рекламу И для того Чтобы пропагандировать Стиральный порошок С отвращением С отвращением Люди это смотрят Я думаю Что его Ситуация Очень тяжелая И поэтому Ему такие Приходится Трудности Преодолевать В этом отношении Наше положение Гораздо более Легкое И особенных Препятствий Каких-то В пропаганде Я не думаю Что мы испытываем Кто-то Занимается Пропагандой Коммунистической В сегодняшней России Особенных Препятствий Не испытывает Ну если Не иметь в виду Того что Всякое дело Если оно серьезное Оно требует Очень большого труда Если надо И героизма Оно требует Больших усилий Требует Сосредоточения Требует Организации И так далее А если мы будем Сидеть и плакать И защищаться Я сразу хочу сказать Что если я буду На каждое Неправильное На каждое Лживое утверждение Находить Так сказать Защиту Вот из всех Этих Многочисленных Защит Истина не рождается То есть нельзя Получить Истину Методом Отрицания Лжи Потому что Неправильных Направлений Бесконечно Много А истина Одна А истина Есть всеобщее И бесконечное Отрицание Вот если я Выдаю истину Пропаганду Это отрицает Все остальные Позиции Все Если я доказываю Эту истину Поэтому возьмите Любое время Начиная Там С путешествий Из Петербурга В Москву Что уж так Так простые Легкие были условия Тогда Да хуже были условия Для пропаганды Но все Эта книга Это пошла В работу Или Скажем Маркс писал И Энгелес Они писали При капитализме Никогда не видели Социализма И не слыхали Его А то Были социалисты Утописты Которые 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 Были взяты Как один Источник Так сказать Этого самого Марксизма Ну он Так сказать Это же марксизм Завоевал Умы людей Завоевал Потому что он истину Раскрывает И он базируется На всей Вот этой На огромном Фундаменте Прочнейшем Развитии Человеческой Науки За все времена За все времена Истории А эта ложь Она базируется На гнилом Фундаменте Так сказать Собирания Всех приемов Лжи и обмана Ну понятно Что жулики Они жулики И давно Ленин писал Ничего тут нового нет Что тот Кто в политике В экономике Или политике Верит на слово Тот Крулый дурак Я обиделся Когда первый раз Прочитал А потом Второй раз Когда читаю Я уже читаю В другом варианте Кто в экономике И политике Верит на слово Тот круглый идиот Поэтому я Так сказать Давно взял на вооружение Это И я думаю Что совершенно прав Тут Владимир Владимирович Он это еще раз подчеркнул Что будьте бдительны Но я не думаю Что только с точки зрения Защиты У нас своя Задача есть Вот я думаю Что хотел бы Покриковать ректора Вот он здесь присутствует Что вот ректор поставил Стереотипы и мифы Буржуазной пропаганды Первый доклад А где доклад О том Содержание И формы Пролетарской пропаганды В современных условиях Не поставил А что смотрел Куда президент Фонда рабочей академии Который между прочим Главный редактор Народной правды Он там придирался К тому Какую тему Александр Сергеевич Так сказать Поставил А вот Не поставить Такую тему Наступательную Я думаю Что вот как раз Такую-то тему Может раскрыть Очень хорошо Владимир Владимирович Поэтому я Обращаюсь к нему Как к автору С просьбой На следующий семестр Приготовить Такую лекцию Доклад На тему О Форумах И приемах Коммунистической Липералитарской пропаганды В современных условиях Не в прошлых А вот в современных Тем более что Ну лучше у нас Докладчика Просто не может быть Потому что Вот такой доклад О том Какие у них У злодеев Так сказать Приемы Это может сделать Любой человек А вот доклад От красной пропаганды Может сделать Только руководитель Значит Тройной руководитель Трех Средств Могучих Пропаганды Это значит Ленинградское интернет Телевидение Раз Это товарищ Пронин Его глава Это красное ТВ Он один из руководителей Красного ТВ Два И он ректор Красного университета Фонда рабочей академии Поэтому как бы мы Куда ни шли А у нас Более Крупной фигуры И более Подходящей Для раскрытия Этой темы Нет Сейчас он Я так понимаю Выполнил Но если рассматривать У нас вот здесь Как штаб Классовой борьбы И пропаганды Он Сделал доклад Как разведчик Он провел Значит Тщательное исследование Позиции Приема врага И так сказать Этот Доклад Мы должны Засчитать За отличный И замечательный Теперь мы Должны Просить Не столько поручать Сколько просить Потому что творческий процесс Как его поручишь Поручишь А вот душа Просить Владимир Владимирович Подготовить Такой доклад Если мы скажем Давайте завтра Он скажет Я не могу А я думаю В следующем семестре Как раз Я думаю Нормально будет Год революции Еще не кончится Как раз Это будет Ознаменовано Как раз Таким докладом Где Мы не просто Будем говорить Вот наши дети Деды И отцы Они так здорово Боролись И они Как говорил Лень Мы Россию Убедили Убедили Мы Россию Вот воевали У богатых Для бедных Мы должны Теперь Россию Управлять Ну а вы Как Мы как Убеждаем Мы-то должны Как-то подумать Как мы Собираемся убеждать Тем более У нас тут сидят люди Тут очень многие И все занимаются Этим убеждением Вот поэтому Я думаю Что вот такую Если мы задачу Поставим Это будет Очень здорово А сейчас Я еще раз хочу Поблагодарить Владимира Владимировича За замечательный доклад Отметить это И он как раз Меня и породил У меня как только он начал У меня сразу миф Появился в голове А как было бы хорошо Если бы Владимир Владимирович Такой бы сделал доклад Еще о нашей пропаганде Спасибо за внимание Кому? Так Вам Слово имеет Тарстюркин Значит я тоже Хочу поблагодарить Владимира Владимировича На все Не поздно Значит А то в кадр попало Хочу поблагодарить Владимир Владимировича Да 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 Сложи Значит поскольку Тема Она Очень практическая Такая Речь идет о технологиях Технологиях Воздействия На Мозги По промывке Мозгов Давлению Так постепенно Ну и так далее То есть пропаганда Это Значит Ну инструмент И многие приемы Они используются И буржуазной пропагандой И нами Должны Использоваться Понятно Что тот Кто Обладает Знаниями Владеет Истиной Так Тот Вряд ли Будет Сбит с пути Но для того Чтобы эту истину Днести до масс Воздействовать на людей Убедить Позвать их И так далее Для этого все одно Необходимо Владеть Технологиями Вот этими Ну начиная с того Что дойти До масс До каждого Инструменты Должны быть Соответствующие И заканчивая тем Что Значит Надо уметь Преподнести Как это И прочее Прочее Вот от этого Отталкиваясь Я хочу Значит Один тезис Или с него начать Владимир Владимирович Правильно сказал Что технологии Эти работают Практика показывает Что работают Вспомните 96-й год Когда Ельцин Начинал там 3% Рейтинга Как бы И потом Как его Тащили Тащили За уши И прочее И вытащили И то Что они работают Это Значит Доказывает Что ли Или Они работают Потому что Это не выдумка Вот Наших буржуев Которые Такие умные Разработали Что-то Это Десятилетиями Или столетиями Отрабатывал Бургазный Значит Класс И их Пропагандисты Для того Чтобы Так сказать Управлять Экспортируем Экспортируем Классами Значит И Тот Тезис Что В любом Классовом Обществе Значит Господствующей Идеологией Является Идеология Господствующего Класса Так Он в том числе Объясняется Тем Что они Владея Деньгами Средствами Положением Власти В обществе Имели Возможность Эти методы Оттачивают В начале Перестройки Когда еще Власть Называлась Советской Эти методы Активно У нас Внедрялись Изучались И организовывали Соответствующую Учебу И практически Все демократы Ну Можно было Наблюдать На экранах Телевидения Они говорили Вот Во многом Заготовками И штампами Которые С учебных курсов Вытаскивали Ну Например Вопрос Конечно Очень Интересный Ваш Спасибо Я вас Благодарю Вот Абсолютно Все начинали Исходя из того Что это прием Для того Чтобы иметь Дельту по времени И обдумать Ответ Как там Это Правильно я понимаю Да Михаил Васильевич Я правильно понимаю Что вы меня Подводите к тому Чтобы напомнить Что мы с вами Тоже прошли Эти курсы Которые Организовал Ленинградский Обком КПСС В 90-м Году Так Это Надо сказать Очень полезно Интересно Вот 10 дней Занятия По 12 часов За забором Без выхода Так сказать На улицу Там Прочее Прочее Значит Проходили Эти тренинги И так далее И вот Наш учитель Доктор Наук Политолог Психолог Политический Ксан Иванович Говорил Что ребята Мы Зайца В лесу Поймаем За уши И В думу Проведем Или в парламент Куда там надо Тогда в депутаты Народные СССР Есть вопрос В ресурсах Сколько надо На это дело Отпустить Средств Для того Чтобы показать Убедить И Так сказать Провести И эти же мысли Они Ну другими языками Где-то излагаются У буржуазных Специалистов Один из левых Таких Политологов Майкл Паренте Да В своей Книге Знаменитой Демократия Для немногих Пишет 3-5 процентов Модели Считается Управляют Миром Процентов Так сказать Там 10 Помогают Им в этом управлении Еще 15 Процентов Они Понимают Что происходит Но на что Не могут повлиять Все остальное Это материал Быдло Которое Так сказать Идет туда Куда его ведут Или как показывают То есть вот И объясняется Это с точки зрения Психологии Опять же Буржуазными Политологами Тем что Человек Как существо Биологическое Стремится К экономии И это Соответственно Заставляет Его включать Сознание Очень Очень Мало Они оценивают Что в течение Суток Сознание Нормальный Человек Включает Где-то Ну на 2 часа Все остальное Он действует На так называемой Подкорке На стереотипах На Общепринятом На так называемом Здравом смысле И общественном Мнении Двигается Так И вот Пользуясь Всеми Этими Приемами И Особенностями Управление Это осуществляется То есть Вот те технологии Которые Надо знать И нам Потому что Первое Для того Чтобы разоблачать Ту линию Которую Буржуазия проводит И быть Глупенькими Игрушками И так далее А второе Для того Чтобы Вести Свою пропаганду И Делать Ее Доходчивой Понятной Доступной Зовущей Действию И так далее И тому подобное В этой связи Вот Отталкиваясь От того Что на подкорку Воздействует У Ленина Знаменитую фразу Самое важнейшее Из искусств Для нас Является Почему Потому что Телевизор Да Потому что Не было телевизора А сегодня Значит Есть Поэтому Важнейшее Одним из важнейших Не будем Называть его Искусством Но Механизмом Воздействия На Мозги Является Телевидение Ну а сегодня Сегодня К нему Добавляется Интернет И так далее Который Воздействует На подкорку Потому что Человек Который Пошел И всю борьбу Сосредоточил В интернете Он часто Назад Уже Не возвращается Он там Так сказать Остается И прочее Но это Имеется ввиду Обработка Мозгов Движения И прочее В этом плане Я бы очень Хотел Чтобы поверили В то что Учеба Не напрасна И многие приемы Они Оказываются Вдруг знакомыми Вот когда Нас учили За этим забором Про который Я вспоминал На бывшей даче Обкома КПСС И дачи Кирова Сергея Мироновича Так Российной Рощи Вот описывали Такой прием Сейчас закончу Называется Серая лошадь Да Ну Вот есть у нас человек Вот Со всех сторон Положительный Казенов Оксан Сергеевич Профессор Доктор Семьянины Если я скажу Что этот сукин сын И вообще он Жизнь людям портит Скажут Да ты что Да мы его знаем Да разве так можно Поэтому запускается Такой прием Вводится промежуточная Фигура Образная серая лошадь Которая Газон Так сказать Потоптала Любимые георгины Сожрала На детской площадке Наделала Так сказать Кучи И когда возмущенная Общественность Говорит Что же это такое Это чья Кобыла Так как Александр Сергеевич Профессора Доктор И все уже Очень просто Переключаются Понятно Вот мы с ним Теперь и разберемся Это я Из теории А теперь В практике С обратным знаком Использования Этого приема Сначала Товарищ Кургинян Товарищ Кургинян Набирает очки Суть Время Размазывает Сванидзе Защищает Советский строй Защищает Социализм Сталина А потом Товарищ Товарищ Кургинян Выступает Уже Ленин Был великий Человек Великая Октябрьская Социалистическая Революция Свершена Но Это была Уникальная Ситуация Такой Больше В истории Никогда Не повторится И кто Сегодня Позовет На этот Путь Тот Или идиот Или провокатор Ни в коем Случа Поэтому У нас Один путь Красный Путинизм С уважением К истории Пошли Вперед Поход И так далее Вот Это я Все к тому Что Чрезвычайно Ценные Значит Умения Разбираться В этих технологиях Это оружие Которым Надо уметь Пользоваться Для того Чтобы С наши знания Истину Додосить Дамас Значит И Разбираться Есть в чем Значит Особенно Надо Понимать Как Они Используют Советское Наследие Ставят Себе На службу Понимаешь И под Гимн Советского Союза Поднимается Власовский Флаг И 23 Февраля Вот Так Это Говорит О вашей Непроводке Что Вы тут Встаете Да Я Встал Когда Я был Депутатом Как раз Меняли Эти Самые Праздники И вот ЛДПРовцы Вносят 23 Февраля День Тебя Защиты Отечества Потому что Ничего 23 Февраля И не было Никаких Боев Там Ни под Сковом Ни под Нарлой Об этом Историки Раскопали Вот Архивы Подняли Вот То Вот Все Просто День Защитника Отечества Спрашиваю Ребят Так Если Ничего Не было Чего Вы К 23 Февраля Привязались Ну Значит 4 Октября Когда Вы Расстреляли Парламент Нет Говорит Народ Привык Праздновать Поэтому Мы Сядем На эту Дату На хвост И будем Паразитировать Дальше Вот Типовые Приемы Поэтому Товарищ Заместитель Ректора Вот Ректор Себя Вел Более Целевизованно Понимаешь Значит На этом Я заканчиваю Значит Призывая Всех Что Значит Просто Знания В том числе Технологии И так далее Они Сами Ни во что Еще Не реализуются Поэтому Без работы Нашей Общей И без работы На каждом Конкретном Участке Ну В лучшем Случа Будем Разоблачать Чего мы Там По эху Москвы Слушаем Или Чего Познер Говорит Но До людей Не дойдем Поэтому Надо Работать Зайдем Слово Захаров Истинно Вот Ой Я Меня плохо слышу Да Вот истину От лица Истина Вы говорите Ну Ой Проговаривается Он не может Скрыть правду Сам Говорит Люди Должны быть Порядочные Порядочные И в то же время Пишет Порядочные Люди Сплошь Рядом Проигрывают Подлецам Совершенно верно Сам Жи Пишет Что Коммунист Дает Наивысшую Произвольность Труда Дает В настоящее время Написано Следующая Строчка СССР И Россия Никогда Не имели Более Высокое Произвольность Труда Чем Соединенных Штатах Мы Нажим Брать Пример Соединенных Штат Я Уже Здесь Читал Вы Над ним Сами Посмеялись Сам Жи Пишет Что Сталин Гроба Ленина Поклялся Вот Хорошо Сейчас Насчет Истины Вот Эта книга Истина Если вы будете Такие книги Печатать За вами Народ Не пойдет Вы обсуждали Не книгу А выступление Вот выступление Тут и про истину Говорят Почему за вами Народ Почему такой Смешной Процент Набираете Все равно Истина Истина Или вот Например Юрий Александрович Вы Чего Предлагаете Чего Вы По лимитическому Напишите Я написал Дал Кстати Я и дал Вы ее читали Виктор Аркадьевич Дал Виктор Аркадьевич Каждую строчку Перечеркнул Зачеркнул Что-то не поймешь Говорят Ума без ума Не поймешь Не понимает Исторический материализм Но если вы понимаете Где ваш коммунизм Михаил Васильевич Пишет Что коммунизм Был в конце 30-х годов И потом вдруг Рухнул Марс Энгельс Объясняет Что Скоро Он рухнет Капитально Сергей Попов Объясняет Скоро опять Будет коммунизм Ну вот Как можно Такую Толстенную книгу Написать Про Ленина Про Стальный Про коммунизм Про репрессии Не словечко Про ГУЛАГ Про Голдомор Не словечко Зато там У Пушкина У Пушкина Были тройки По математике Елена Самбаева С вами Мировой рекорд Это ее рекорд И вот о всем Об этом И вот получилась Большая книга Понимаете Вот за вами народ И не идет И тут тоже человек Ну что У вас по теме Есть что-нибудь Как раз по теме Это не по теме Вы хотите знать Почему за вами народ Не идет Мы знаем Откуда Знаем мы Из книг Из литературы Из обсуждений По теме еще Есть что-нибудь Нету Виктор Аркадьевич Говорил Вы что-то не перебивали Особо Он по теме Какой по теме Мне он вот Голокол Ну ладно Последнее Предложение только Вы знаете Вот эти детские сказки Приключения Чаполина Три толстяка Там Город мастеров Вот там Собирается Трудовой народ Прогоняет Злодеев Богатей И вот наступает Коммунизм Одни трудяги Честные Порящие люди Вот вы сказали Что люди тяжело Признают свои ошибки Так вот Ленин так Признавал ошибки Понимаете Микрофон Вдайте Да пошел ты вон Вот Признавал Вы об этом не пишите Те цитаты Которые вы печатаете Это ранний Ленин Это романтический Ленин Я другого Ленина Выписывал Так Хорошо Так вы мне не даете Когда сразу Затыхали Вам дали последнее Вы спросили предложение Вы его сказали Спасибо 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 Да Дорогие товарищи Конечно Это очень сложная тема Которую мы Которой сегодня Коснулся Наш лектор И он Задел Такие важные Стороны Этой проблемы Скажем Такую как Миф Миф это сложная Философская проблема Написана В нашей стране И в советское время Значит Ну наверное Горы литературы В том числе Как из мифов Рождалась философия И мне кажется Что докладчик Подчеркнул Важную Сторону дела Что Современная Буржуазная философия Потеряв Такое Первенство Значит И в техническом И в моральном Прогрессии Потеряла Первенство В нравственной жизни Сейчас Не создает Ни Талантливых Гениальных Философских Произведений Ни талантливых Художественных Произведений Ни талантливого Кино Сдают Вот Показали тут Кому дают Награды Значит Нынче И смешно Значит За какие произведения Вручают Вот эти вот Золотые статуэтки И Сегодня мы видим На выборы В Америке Видим На идейную борьбу В Америке Видим Что Сам буржуазный Класс Американский Расколот Идеология Расколота Друг друга Обвиняют В фейках То есть Никакого Серьезного Содержания В этих дискуссиях И спорах Нету То есть Люди потеряли Истину Потеряли Основу Какую-то Для суждений Для информации Для решений Для отзывов Вот где-то Бродят В каких-то Потемках И Я думаю Что Это Вот такой Вот Результат Гниения Буржуазии Который Она проделала Уже В 20 веке И сейчас Ну действительно Это какой-то Смердящий Труп Так вот И труп Живет Он Смертями Значит Северной Африки Смертями Ближнего Востока В Киеве Устроил Гражданскую войну И руководит Ею до сих пор Уже сколько И они Рухнут Вот-вот Значит Что Фактически Победил Президент И мы видим Беспрецедентную Значит Борьбу С уже Выбранным Президентом И Значаем Администрацией То есть Кризис Духовный И я думаю Что конечно Им ничего Не остается Как прибегать Вот к этим Технологиям О которых Нам хорошо И довольно Подробно Рассказал Владимир Владимирович Но Мы должны Понимать Что Это именно Новорождение Что Эти Такого рода Пропаганда Такого рода Мифы Такого рода Приемы Они действуют На мелкую Боржезию Действуют На обывателя Может быть Даже Кто-то вспоминал Тут 50% Населения Или может быть Даже больше Процентов Населения Да Они живут Мифами До сих пор Масса Населения Но Значит Я думаю Что Серьезную политику И серьезные люди Могут вести Только на серьезных Научных основах То есть Отталкиваются Не от мифов А от фактов Не от стереотипов А от знаний Научных Не от Значит Еще чего-то Там такое А от тех Источников Чистых От которых Питало Человечество Многие Многие Уже тысячелетия В том числе Кстати От мифологии Скажем Греческая мифология Она до сих пор У нас жива Мы до сих пор Ее с удовольствием Значит И читаем И кино Смотрим на Мифологические темы И так далее Но Есть еще одна сторона А именно Что вот Коммунистическое общество Как нам Оратор говорит Оно придет К тому Что не будет Там ни вот такой Фальшивой пропаганды Ни вот таких Вот средств Массовой информации Вот я бы не стал Так значит Учитывая наш опыт Говорить Почему Потому что К сожалению Мы с вами были свидетелями Что и в Советском Союзе Не кто-нибудь А руководство Партии Отказалось От научных Основ Своей же Собственной Коммунистической Партии Вело По крайней мере Два мифа И с этим мифом Значит Ну не могли Как-то так справиться Даже грамотные Товарищи Скажем Окружающие меня Первый миф Что Возникло Значит Общенародное Государство Что государство Диктатура Патриата Это вот она уже устарела И умерла А теперь у нас Общенародное государство И партия Она теперь уже не партия Рабочего класса А она Общенародная партия Это если бы это взять Как истину То это какое-то такое Открытие На уровне Значит Маркса Энгельса О Какая новая истина Кто же автор Давайте посмотрим Давайте его на трибуну Давайте его значит Поздравим Давайте ему будем благодарны Но автора нету Не за кого взяться Кто же это придумал Это чушь Это не чушь А это Буржуазную мысль Буржуазную идеологию Буржуазную теорию Облекли в форму мифа Приклеили ей Вот эти вот свойства О которых говорил Наш ректор Значит Что она стала Такой Удобо проглатываемой И обыватели И даже Общество Веды А их было В СССР Ни много Ни мало Почти полмиллиона Значит Вот этой мифологии Жили Так что Я думаю Что только Личная активность Значит Только научное знание Только следование Высоким образцам Начиная Значит Там С древности Позволит нам Во всякой мифологии Видеть ее Мифологическое зерно Позволит нам Значит Сравнивать ее С истинным знанием И Ответать Если в ней Значит Ничего нет А тем более Какая-то вредная информация И Если в буржуазной науке Вдруг Значит Окажется что-то там полезное А такое тоже есть У экономистов У теоретиков Значит То Конечно Это полезное Должно быть усвоено Так что Еще раз Поблагодарю От вашего имени Электора нашего И Предоставляю ему Заключительное слово Микрофон Верните Рупор пропаганда Значит Товарищи Спасибо за отзывы Тема Сама по себе Очень большая Я об этом говорю В своем докладе И поэтому Если мы сейчас С вами начнем Перечислять То О чем я не сказал Мы будем до утра Здесь сидеть Вот Я взял только Самое-самое Пенку Самое-самое Маленькое Потому что С чего-то Начинать все равно нужно Что касается Буржуазных источников И определений Я согласен С Михаилом Васильевичем О том Что мы должны Говорить о том Как нам вести пропаганду Но прежде чем Нам самим Вести пропаганду Мы должны разобраться Как она ведется Сегодня буржуазии Мы должны осознать Что они с нами делают Пока мы это не осознаем Мы не сможем Правильно понять механизмы Мы соответственно Не сможем Сами убеждать людей Поэтому противоборствовать Этому нужно Не просто там Защищать Разумеется Сначала надо Защититься И по крайней мере Осознать Я говорил о том Что мифы Одно из свойств мифов Это неосознаваемость Мы должны сначала Осознать Что нас Товарищи Дурить Нашего брата После этого Работать Это первое Второе Что касается Буржуазных понятий Средства массовой коммуникации Взятые из советской энциклопедии Это не буржуазные понятия Что касается Тяжелой доли буржуазии Которая бедная и несчастная Не знает сегодня Как вот вести пропаганду Буржуазе сегодня Владеет монополией На телевидении Что касается А мы можем вести Свою пропаганду Пока только в интернете Ну и средства печати Которые Не очень большое влияние Оказывают Так вот По статистике Сегодня 70% Телев 70% Россиян Скажем так Доверяют информации Которую получают Из телевизора Новостейную информацию А как вы думаете Сколько людей Доверяют информации В интернете В соцсетях 4% Ну это та статистика Которая есть у меня То есть Если новость Появляется в социальной сети Только 4% Ей доверяют Вот когда Эта новость Будет подтверждена Новостями в телевидении Тогда она Легитимизируется Поэтому говорить о том Что у них Бедное положение Я бы не стал так говорить И я бы не сказал Что у рабочего класса Какое-то такое положение Прям супер-пупер Он должен осознать его Конечно Рабочего класса Достаточно много сегодня В отличие от некоторых товарищей Которые утверждают Что его нет Нет Его достаточно много Но он должен осознать себя И осознать Да И осознать себя И осознать Что с ним происходит И что с ним вытворяют После того Как он это осознает Тогда можно говорить Уже о выработке Собственных механизмов И естественно Делиться тем опытом Который у нас есть В пропаганде И вместе думать Как нам дальше Эту пропаганду Улучшать Увеличивать Как до людей Доносить При этом нельзя Игнорировать Те достижения Которые сегодня Имеются У наших Классовых врагов Спасибо Ну я думаю Я думаю Что если Передовой отряд Рабочего класса Осознает Эти проблемы А я думаю Что значительная часть Его осознает То уже хорошо Этот передовой отряд Донесет его И до всего Рабочего класса В ближайшем будущем И у меня объявление Что в следующий раз На следующем занятии Следующий четверг Лекцию Читает нам Ректор Нашего университета Таджигал Кольферман Она будет По теме Уничтожение классов Историческое Уничтожение классов Историческое Уничтожение классов Классовых Различных Так Еще объявление Объявление Год столетия Октябрьской революции Ну и февральский Тоже столетия Так 8 марта Строго Так сказать Если по календарю Как раз Исполняется 100 лет Когда 23 февраля По старому стилю Вышли Так сказать Возмущенные Массы на улице И очень много Женщин Из них Прогремели Возмутились И с этого момента Начались те события Которые На Марсовом поле Похоронены И жертвы И герои Февральской революции Потому что тогда Погибло больше Там тысячи человек По разным источникам И хотя Комплекс на Мраморном На Марсовом поле Является Винеска Памятник Охраняется И прочее Но охраняют Эти сукины Дети не все У них Красные Мачты С красными Флагами На балансе Не стоят Они не входят В комплекс Памятников Точно так же Как и вечный огонь Горелка Вечного огня Нет на балансе Это И отсюда Все эти самые Выкрутасы Которые И прочее Наши пока Попытки Заставить власти Чтоб они Развернулись Привели Порядок Оказали Ну Память И Погибшим Там И Живущим Жителям Успеха Пока не Приносят Особого Поэтому Мы над этим Делом Шествуем Флаги Сейчас Пришли В полную Негодность Их практически Нет Поэтому 8 Марта Оргкомитет Октябрь 100 И организация Которая Заходит Приглашает Значит В 11 часов Подойти Заменим Флаги Поднимем Скажем Что мы думаем По поводу Сказать Тех людей Которые Не жертвуя герои Там лежат Можем по нынешним Властям Пройтись А потом Для желающих В 12-30 Еще продолжение Митинга На Финляндском вокзале Есть заявка Есть удовлетворение Есть то и все Поэтому Кто Имеет время Значит В 11 часов На маршном Пуле Спасибо Виктор Аркадьевич На этом занятие Закончено Спасибо Виктор Аркадьевич